это программа игра в классики программа о людях которые играют в игры об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер в конце года принято подводить итоги ну что тут скажешь об уходящем 2023 разве что какую-нибудь банальность вроде год был непростой но мы держались что еще скажешь когда наши парни бьются на фронте когда люди погибают по обе стороны этого фронта ведь и там и там наши люди однако с другой стороны в конце года 2022 нам россии и русским обещали едва ли не апокалипсис однако его не случилось и вот подводя итоги 2023 года говоря весь год о проблемах я бы хотел поговорить о подвигах я бы хотел поговорить о тех благодаря кому мы в принципе продолжаем двигаться вперед я хотел бы поговорить о героях уходящего года о настоящих в то же время будничных героях вы смотрите это наверное наша проблема до говорить о бедах о трагедиях а не о достижениях которые есть на самом деле наша проблема показывать злодеев а не героев так устроена матрица прежде всего матрица медиа высвечивать плохое ориентироваться на кликбейт на шок на то что станет провоцировать шевелить публику однако в этой толще в мутной толще этой темной воды есть нечто настоящее есть настоящие герои те о ком можно и нужно говорить ведь пока одни здесь веселятся это касается не только голых звезд но и обычных вполне обычных граждан другие бьются там на фронте вот в этом году я встречал очень много военных встречал и в поездах и за ленточкой в разных местах и вот это очень разные люди с очень разными взглядами и все они на самом деле понимают всех проблемах которые есть там на фронте да пусть они не всегда говорят о них но поверьте они все все понимают однако каждый из них что удивительно каждый из них возвращаясь туда за ленточку на фронт говорил там мои товарищи там мои ребята мои люди понимаете что произошло там сформировалась настоящее братство через пот через боль через кровь но сформировалась в этом на самом деле нет никакого пафоса в моих словах наоборот только уважение искренне уважение потому что там на фронте настоящие люди настоящее братство конечно же мы обязаны помнить тех кто буквально пожертвовал жизнью чтобы мы здесь жили нормально мы должны помнить что здесь мы в общем то несмотря на все сложности живем нормально мы должны помнить артема мартынова который прикрыл грудью товарищ мы должны помнить александра кудрявцева который под массированным огнем эвакуировал с поля боя десятки раненых товарищ мы должны помнить дениса зорина который подорвал себя гранатой чтобы прикрыть отход товарищ на самом деле этот список можно и нужно продолжать таких героев сотни а может быть и тысячи их действительно великое множество однако подвиги то они совершают и совершали буднично сами то они героями себя не называют может быть и не считают даже вот это уже наша задача на самом деле сохранить подвиг в истории запечатлеть его согласитесь сожалению уже в каждой семье там есть знакомый товарищ или родственник связанный со слов и вот таким людям безусловно нужно помогать буквально на днях я был севастопольском госпитале увидел как военным ребятам девушки передают такие большие пакеты с помощью я не знаю что там было в этих пакетах однако я понимал что это помощи военные были очень благодарны и вот действительно я встречаю и вы встречаете все больше людей которые помогают от души помогают не на показ покупая нашим ребятам там и телефоны и продукты и амуницию многое многое другое в то же время сколько у нас женщин до по стране которые после изнурительной работы идут и вяжут вот эти например маскировочные сети да сколько таких за цехов что ли уже до по стране им помогают очень разные люди очень рад вот например пенсионеры да из чувашии как один из примеров из сотен примеров 65-летняя марина лямина до помогают и мы дети смотрите меня например изумила просто история как 8-летний серёжа данилюк вяжет маскировочные сети дома 8-летний не отправляет их на фронт вместе со своими рисунками такой вот замечательный ребенок назвать знаете вообще часто ругают подростков детей что мол не так воспитаны что неправильные не такие ругают как правило ну да есть за что например когда вот происходят трагедии в школах это тоже к сожалению признак уходящего года до последних пяти лет наверное на кого-то ругают детей на что при этом делают взрослые как вообще действует система которая в общем-то завалена отчетами красивых цифр но не занимается воспитанием человека я вот из передачи в передачу говорю что у нас талантливые замечательные дети и они из года в год доказывают это ну например завоевывая различные медали на международных олимпиадах найти олимпиады на слову еще пускают только несколько примеров да смотрите сборная россии завоевала 66 золотых медалей на открытой международной астрономической олимпиаде российские школьники взяли золото на международной естественной научной олимпиаде в банкоке сборная россии победила на международной олимпиаде по информатике это все наши школьники все наши дети опять же список я могу продолжать бесконечно потому что они выигрывают выигрывают и выигрывают снова другой вопрос и он главный чтобы эти талантливейшие дети реализовывали здесь потом в нашей стране в россии не уезжали туда за рубеж при этом ведь не только ум но и мужество явили наши вот эти молодые совсем ребята вот смотрите школьник до близнефтекамском ярослав юламанов спас пятилетнюю девочку тонувшую в озере а в селе черемушки на девятилетний гору сольцев спасал детей уже из реки на самом деле я взял просто эти примеры из интернета их там сотня может быть и тысячи но да мне скажут что за каждым таким поступком чья-то халатность однако ведь согласитесь подвиг от того не перестает быть подвигом и подобные истории на самом деле вдохновляют вот смотрите как произошло до 72-летним михаилом макаровым эта история облетела все социальные сети все сми она действительно вдохновила людей пробудила наше общество что а в чем история макаров пенсионер чинил во дворе свою старенькую аку машину аку и вот вдруг какой-то мерзавец там выхватил у подростка телефон бросился бежать остальные как-то молча за этим наблюдали пенсионер я не знаю точно но его сравнивали с рэмбо но я бы сравнил с героем виктора цоя из фильма игла просто подсечкой вырубил злодея и вот это буквально взбудоражило наше общество там макарова просили наградить его наградили дали ему потом сертификат на новенькую машину него в чем эта история а в том что откликнулись люди потому что они увидели человека которому не все равно понимаете что важно ведь у нас самые отвратительные вещи происходят когда всем все равно когда никому ни до кого нет дела вот что страшно тогда жди беды однако понимаете даже в этом каком-то сером таком вязком болотистом обществе все равно есть надежда на чудо потому что ну душа человека она по природе своей христианка это тюртулян сказал да и вот человек все равно ждет какого-то чудо которое воплощено в другом человеке вот поэтому да у нас вся страна в этом году следила за судьбой фигуриста романа костамарова начале года вообще мало кто думал что он в принципе выживет это был январь ему ампутировали конечности надо еще страшную историю однако удивительный роман он не только выжил да но он продолжает движение то есть он сейчас в сам водит машину он даже хочет вернуться на лед представляете человек с ампутированными конечностями вот какой пример вот какой истинно русский подвиг конечно да главный спортсмен этого года уходящего роман костамаров культурные итоги правда здесь не столь оптимистичная очень коротенько пройдусь по ним и вы и выделю главное да но если верить опросам целом то лучшим певцом россияне назвали ну легко догадаться шамана но многие на самом деле обвиняют его и в неискренности во вторичность образа скопированного западных образцов вот на самом деле последняя наиболее характерно потому что наша массовая культура не скажу культура массовая культура она десятилетиями эксплуатировала вот эти западные голливудские лекала не свои выходила жутко вторично банально неинтересно не смотрите что произошло до начале этого года кинематографистам удалось объединить как бы вот эту голливудскую схематику механику процесса с нашими в общем-то традициями и так собственно вот появился чебурашка который просто рванул все кассовые сборы до фильме без погрежностей на там есть чему придираться если чем говорить я делал подробные разборы но что важно а важно то что чебурашка был воспринят и понятен разными поколениями а значит он их объединил и вот целом если мы говорим о культуре в россии о массовой культуре которая на самом деле нуждается своей такой специальной культурной операции то конечно мы видим ее крайне медленное такое улитка подобное переформатирование то есть да мы ищем и стараемся нащупать вот эти опорные точки для того чтобы быть собой ну или хотя бы не знаю попытаться вспомнить что значит быть собой к сожалению как правило мы ищем эти опорные точки в прошлом будь то например покорение космоса космическая история как вызов да или криминальная история остановлении одной страны разрушение другой я говорю о нашумевшем этом сериале слова пацана да но но на мой взгляд прогресс прорыв если угодно может случиться с нашей культурой массовой культуры лишь тогда когда она обратится к будущему когда она может быть не сразу может быть не всегда успешно но не станет повторять и педалировать прошлое переснимая все эти советские фильмы лучше вы не сделаете это смешно когда в очередной раз там какие-то сумасшедшие пытаются переснять иван васильевич и абсурд так вот когда мы попытаемся предсказать будущее сделать такой некий проект тогда это будет интересно ну а в целом подводя итоги 2023 я скажу вот что пожалуй главное я знаете от чего-то уверен что год 2024 будет для нас лучше предыдущих да даст бог конечно и война кончится я не знаю откуда у меня это уверенность я вот думал почему мне такое оптимистичное настроение да может быть потому что я как в роковом числе 23 не люблю число 23 как и 22 считаю каким-то неправильным мистическим не знаю но все же мне видится что вот самой сердцевине россии происходят очень медленные но в то же время глубины изменения то есть меняется мышление меняется подход людей вот конечно чтобы перемены были настоящими полными эффективными до необходимо чтобы вот эти настроения новое настроение уловили элиты тогда конечно же россия будет меняться в лучшую сторону куда быстрее вот таков мой крайне осторожный оптимизм перед наступающим 2024 годом я как всегда повторяю считаю что наше главное богатство не нефть не газ не ракета не золото а наши талантливые искренние люди подвижники и вот только сберегая свой народ приумножая его помогая тем кто действительно любит родину искренне они по бюрократической разнарядки не за гранты меняя элиты выводя в первый ряд новых героев вот тогда мы будем двигаться вперед к реальным победам и к реальному выбору вот есть такое ощущение что в кои-то веки хоть что-то зависит от нас с вами так что собственно кто если не мы была программа игра в классике меня зовут платон беседим берегите себя берегите своих близких и помните что жизнь только подражает литературе так что в новом 2024 читайте книги удачи вам любви мира терпения всегда и конкретно в новом 2024 году с наступающим мира терпения